Get it! Здравствуйте, друзья! Я Анна Крылова, независимый партнер компании Incruzis. Сегодня мне выпала честь провести беседу с интернациональным директором нашей компании Романом Дрыгой. Здравствуй, Роман! Очень приятно, Анна! Я рад! И спасибо за это интервью, которое поможет многим узнать интересные факты нашей компании. Друзья, здесь немного шумновато, поэтому мы переместимся чуть позже в более тихое место. Но мы хотели вам показать, среди какой красоты мы с Романом познакомились. Судьба распорядилась так, что мы с Романом встретились в Алании. Это городок на Средиземноморском побережье Турции. И хочу сказать, что, наверное, если бы наш бизнес не был настолько масштабным и не давал людям такие возможности, мы могли бы и не пересечься, да, Рома? Да. Ну вот именно благодаря тому, что Роман может вести свой бизнес с любой точки мира на сегодняшний день, он решил, что ему надо приехать и посмотреть красивый курорт на Средиземном море. И вот таким образом нас свела судьба. Я хочу сказать, что Анна скромничает, но в ее лице это успешный бизнесмен, и она шла свой тяжелый труд к приобретению недвижимости здесь. А я буквально за пару лет смог осуществить свою мечту «Квартира у моря». Ну, припятняться, наверное, не надо. Труд-то тоже был. Да, труд был. Пришлось поработать, немножко попотеть. Сейчас мы порасспрашиваем, попытаем, как это все произошло. Все рядом, наравне с большими бизнесменами. Это говорит о том, что наш бизнес тоже имеет большого уровня и полета. И что самое интересное, да, бизнес-инкрузис меня настолько заинтересовал, что семья меня практически потеряла на какое-то время. Муж, я его очень прошу, потерпи немножечко, пожалуйста, да, мне здесь утвердиться. И, ну, хочется мне реализоваться в этом бизнесе, потому что я влюблена в лайнеры круизные, я влюблена в круизы. Я, когда стала заниматься более серьезно изучением возможностей компании, поняла, что здесь можно очень хорошо зарабатывать. И вот сегодня я ставлю серию это интервью, наверное, чтобы Роман рассказал людям, каким путем идти в инкрузис. Да, и она долго изучала наш бизнес, но когда она приняла решение, я еще раз выдохнул и сказал, если такие профессионалы к нам приходят, это тоже показатель хорошего бизнеса. Друзья, ну вы все, наверное, знаете, что Роман был одним из первопроходцев в нашей компании. Он одним из первых откликнулся тогда на призыв еще мало кому известной компании Инкрузис и решился связать свою жизнь с нашим бизнесом. Рома, как хватило храбрости? Ну, во-первых, я уже давно к этому шел, занимаюсь разными бизнесами, и страховым бизнесом, бизнесом здоровья. То есть искал, где вот люди отдают себя полностью. И, конечно, вечная фраза «Хлеба и зрелищ», она оправдывает себя, и наш бизнес будет всегда востребован, потому что она соответствует этому призыву. Ну, и когда я понял, что заниматься болезнями или говорить людям о страховых случаях, о смерти, это не так прекрасно, как путешествовать по миру и показывать людям, как можно увидеть весь мир. Поэтому, наверное, еще и был бытовой какой-то вопрос, причина, что так как я начну этот бизнес в военных событиях, куда поехать отдохнуть? И я для себя понял, что мы не настолько богаты, чтобы платить больше. И вот наш случай с клубом, что мы за минимальные средства можем себе позволить максимальные выгоды вместе с нашим клубом. Так и началась история Сен-Крузос. Это большая любовь к путешествиям. Я хочу просто уточнить для тех, кто не знает, Роман начинал свой бизнес, находясь в Донецке в самый разгар боевых действий. Но я считаю, что это подвиг. В тот момент принять для себя решение, затевать что-то новое, это дорогого стоит, преклоняюсь, Роман. Это не то, что подвиг, это большая причина быстрее что-то создать, чтобы выжить и чтобы быть на плаву. Рома, скажи, пожалуйста, вот этот вопрос волнует многих людей, потому что мы часто слышим, как люди спрашивают, а ты был? А ты был в круизе? Я вот сама еще от Инкрузиса не была в круизе. И мне тоже интересно. Скажи, пожалуйста, в каком количестве круизов ты успел побывать за два года в Инкрузисе? Да, это такая причина. Я не был в круизе. Если поеду, то все случится. Это стереотип. Мой первый круиз состоялся только через год. Но я подготовил плацдарм, чтобы в него поехать. Это было два круиза подряд. И случился такой случай, что я на второй круиз сел абсолютно без вещей. Это был громадный корабль, мировилья, 6 тысяч с половиной человек. И представляете, в одних шортах и футболке. Но я уже был в статусе лидера. Я смог себе на следующей станции купить все вещи. Это были и обувь, и плавки, и одежда. То есть, как Майкл говорит, если вы пока не готовы, круиз это фешенебельный отдых, подготовьте себя. Тем более наш бизнес позволяет заработать здесь еще хорошие деньги. Да, Роман уникальный человек, конечно, прийти на четверточный корабль без вещей, без чемодана. Но зато эта история теперь веселит. Да, это был второй круиз подряд. С одного корабля сели. Случайно забыл шмодан. Сели, да, на второй. Роман, а сколько всего круизов было за эти годы? Всего было три круиза, не так много. Вы знаете, наши лидеры уже по 13 круизов съездили. Но моя причина, это, конечно, я веду активно бизнес. И переезд в Турцию чуть-чуть притормозили. Но, дорогие друзья, когда вы создаете машину, накопление для себя денег и путешествий, главное, что вы это делаете. Я рад тому, что сегодня 5 тысяч круизных долларов лежит. Бери хоть 10 круизов подряд. Предлагаю сделать акцию. Кто там за месяц подпишет 5 человек, Роман берет с собой на свои круизные доллары. Ну, можно подумать, да. Надо подумать над этим, да. Кстати, Аня, я могу тебе сделать такой промоушен. Делаешь сеньор-маркетинг-директора и едем в круиз. Я пошла думать. Друзья, мы решили поменять дислокацию, сбежали в тенек. Потому что очень, конечно, жарко сегодня на улице. Прямо на редкость жаркий день выдался. Поэтому просим простить нас, да, Роман, если мы где-то не очень эстетично выглядели. Но хотели показать вам красоту. И мы, кстати, не договорили. Ром, все-таки, вот ты сказал, что был в трех круизах. А за какие ты платил, за какие не платил? Как там все складывалось? Значит, два круиза подряд. Я купил сразу. И третий, это был новый лайнер американской линии, которая не ходит в Европе. Но выпустили этот корабль в Европе. Он делал обкатку. Это линия Карнивал. И мы поехали, наверное, 80 человек группой. Вся моя команда. Я взял племянника своего. Юля Мазница мужа и сына. И мы классно провели, как бы, это время. И, значит, все абсолютно круизы у меня бесплатные. Потому что я быстро действовал. И уже на следующий платеж у меня уже было бесплатное членство. И вот я уже третий год. В августе буквально через несколько дней будет мое трехлетие. И все три года компания финансирует в меня круизные доллары. Это тоже, ну, я считаю, очень приятно. Ром, ты сказал, что ты через месяц уже стал бесплатным членом? Да, на следующий платеж у меня было бесплатное членство. То есть, сейчас, подождите, сейчас я попытаюсь это осознать. То есть, Роман, получается, на входе в клуб заплатил VIP пакет 295 долларов. И второго платежа на накопление. Три года, ни одного доллара. То есть, 100 долларов через месяц ты уже не платил? То есть, за месяц 5 человек? Да. И причем эти люди пришли, ну, я узнал о компании чуть-чуть раньше. Ну, наверное, 15 дней я принимал решение. Но работал и рассказывал людям. Где-то полтора месяца люди ко мне не шли. И в последние дни моего, так сказать, моего... Первого месяца. Первого месяца. Посыпалось. Пришло в один день 5 человек. Ой. Да. Скажите, друзья, а как приятно слышать такие истории, да? Сразу начинаешь верить, что все будет получаться в этом бизнесе. Что вот же, и вот он сидит, живой человек, который смог это все сделать. Почему тогда сомневаемся мы? Еще и Донецкий сидят. Да, почему тогда мы сомневаемся, люди, которые не в боевых действиях, которые имеют возможность проводить встречи, которые имеют возможность охватить весь мир сейчас, на сегодняшний день, да, в Бенкрузисе много знают. Мы просто должны быть здесь и должны работать. Три года абсолютно больше ничего не оплачивая, но зарабатывая от компании бесплатные путешествия и хорошие доходы. Это сколько получается за три года компания оплатила тебе круизными долларов? Посчитал, да? Две четыреста плюс две четыреста плюс две четыреста. За три года семьдесят двести круизных долларов на поездки. И пять тысяч лежат еще не расходованы. Мы уже об этом говорили, что приятно. Я считаю, это золотая фишка нашей компании, когда она дает возможность людям развлекаться, есть неограниченно, путешествовать, смотреть страны. Вот, и это ничего для вас не стоит. Или стоит очень маленьких денег. Нас сегодня просто преследуют фуры, музыка, вода. Ну, это хорошо, как прибой у нас. Друзья, ну, мы знаем, что у каждого из нас есть своя история прихода в бизнес. Но очень, Роман, многих людей интересует, кто как пригласил тебя, вот, учитывая, что ты находился в таких условиях, отрезан от мира практически. Кто и когда и как пригласил при каких-то обстоятельствах тебя в этот бизнес? Ну, ничего не бывает просто так. Так, и мы сейчас сидим в Турции. Где-то, наверное, 8 лет назад мы встретились с Натальей Колесниковой здесь, в Алании. И я первый раз, да, я первый раз... Да, все один к нам, все сходится. Да, узнал о Алании, что это действительно такое классное место, где и хорошие цены, и оптимальный отдых, и адаптирована уже ситуация, среда под русских. Поэтому я это все узнал, уехал домой, и мы с Натальей где-то на 3 года расстались, но мы были в контактах. Почему говорят? Особенно в MLM бизнесе каждый человек, идущий вам на пути, это большая возможность. И вот мы не потеряли контакты, мы общались, и пришло время, когда Наталья рассказала мне о этом клубе нашем, да, Инкрузис. И, конечно, изучив тему, я принял решение быть в этом клубе, а Наталья стала моим наставником и спонсором Наталья Колесникова из Челябинска. Ого! Челябинска! То есть информация сначала летела в Афины к Ирине Аронец, потом из Афины она прилетела в Самару в Россию к Ольге Ротниченко, из Самары она полетела в Челябинск, и из Челябинска от Натальи Колесниковой ко мне. А тебя через Аланию ко мне в Петербург. Да. Вот видите, сила нашего бизнеса, то есть можно делать бизнес во всем мире и с прекрасными людьми. Ну, мы уже поняли, что свою первую пятерку ты набрал удивительно быстро, за месяц. Жалко, что не было тогда быстрого старта, да? Да. То, что сейчас нам позволяют заработать сразу много. Много, в месяц, всего 2-100, да? Ну, а скажи, пожалуйста, а как долго или быстро, каким путем ты пришел к первому статусу маркетинг-директора? Наверное, когда уже себя очень уверенно начинаешь чувствовать, что вот оно уже, бизнес уже раскачался. Ну, мы начинали в таких условиях, когда не было ни круизов, когда не было ни круизных путешествий. Ну, я имею в виду, никто не ездил в них, да? Вот, и мы не могли иногда знать, что написано на сайте, потому что они не владели языком. То есть, каждым... Переводов не было, да, на русском. Да, был сайт на английском языке, и мы хватали любую информацию, которая была. Наши первые круизеры, это Ольга и Ирина Аронец, поехали в круиз, и мы буквально за ними наблюдали, ждали, когда они вернутся и расскажут нам. Поэтому... Они, наверное, там и кали. Сколько людей следило, да? Да. Как они смогут... Мы продавали круиз, и вы знаете, эта продажа, она даже делала чудеса, когда мы писали, допустим, свой маршрут, куда они едут в круиз. И скидывали, что вот за 300 долларов можете посетить 5 стран, наши круизеры едут, посмотрите. То есть, мы не обманули, мы продавали историю, то, что и вы должны, собственно, делать с теми людьми, которые уже ездят в круизы или успешные, да, имеют свои статусы. И вот эту историю мы продавали очень активно, нам было это интересно, приятно. И, конечно же, я искал тех активных людей, которым это понравится. И вот пришла Юлия Мазница в мою структуру, которая сказала, где круизы, где я, но ей нужны были очень средства, финансы. И она, конечно же, пошла за мной в бизнес, потому что основной продукт, который вы, наверное, не будете со мной спорить, самый лучший – это деньги. Как бы мы ни любили любые продукты компании, но когда у нас есть деньги, мы всегда будем идти вперед. И мы с Юлией решили идти вместе. У нее был яркий такой вот путь. За два дня это было 200 долларов она заработала. Подписала три человека. И когда Майкл Хатчс, он нас постоянно стимулировал, объявил промоушен плюс 500 долларов. Это был ноябрь месяц. Это мой третий месяц работы. И Юля, и я, мы закрыли маркетинг-директора. И заработали тысячу долларов в первый, вернее, не в первый, а в третий месяц работы. Супер. И стали маркетинг-директорами. Супер, друзья. Вот представляете, как хорошо, что нам сегодня удалось задать Роману этот вопрос, и он смог поделиться с нами опытом. Это когда рассказывают человеку, который уже прошел этот длинный путь и достиг успеха большого, то я думаю, что это для всех нас интересно. Скажи, пожалуйста, еще нашим зрителям, почему так важно все время перемещаться в статусах? Почему нужно закрывать ранги быстро, динамично? Ну, действительно, ранги нужно быстро закрывать. И я помню такую фразу, которую мы делали в Турции в встрече с Юлией Чистовой. И она сказала, что когда я закрыла борк-директора, я выдохнула. Потому что ты действительно достигаешь пика результата, и все блага открываются тебе. Опять же, прелесть нашего бизнеса – это коллективный бизнес. Когда большое количество людей работает, а ты из их частичек работы получаешь большой результат свой. Потому что ты как наставник, все сливается к тебе наверх. Ну и, конечно, почтение, престиж. Недавно мы приехали из Андорры. Шикарное, красивое королевство, где компания оплатила наше пребывание. И как королей встретила и наградила этими возможностями. Поэтому закрывайте лидерские статусы, и тогда у вас все будет понакатанное. Пассивные доходы, лидерские бонусы. И вы поймете, что можно уже меньше работать, а все больше и больше зарабатывать. Кольц упомянул про встречу в Андорре. Я вот хотела сказать для тех, кто может быть еще не совсем в курсе. В июне проходил первый международный саммит круизного клуба в Андорре. Вот в небольшом королевстве, как сказал Роман. Я, Роман, хотела спросить тебя, что тебе вот запомнилось, что тебя больше всего впечатлило на этом саммите. Вот о чем бы ты хотела поделиться с нашими зрителями? Ну, во-первых, место действительно выбрано красивое. И компания планирует каждые полгода нас встречать в самых красивых местах мира. Уже полгода? Я так понимаю, что каждый год. Мальдивы когда будут? Каждые полгода в феврале Мальдивы. В феврале Мальдивы. А потом в июне еще что-то? Да, еще что-то. Надо поторопиться. Причем в Андорре мы выбирали пять курортов. Была и Португалия, и, по-моему, Вьетнам. Но большинством голосов выбрали Мальдивы. Ну, потому что Мальдивы звучит как сказка. То есть компания дает нам возможность самим выбирать. Она предлагает, и мы сами выбираем. Ну, что поразило? Красивое место. Представляете, вот горы везде, чистый воздух, зелени. И по городу текут горные реки. Место, где безналоговая зона. Где все собралось, красота и традиции европейские. Потому что Андорра находится между Францией и Испанией. Мы сами не знали, что есть такое, да, государство. Я, допустим, не знал. Но компания нас знакомит с этими экзотическими красивыми местами. И, конечно, фейерверк был эмоцией. Это наши лидеры, которые приехали из разных стран. Это были корейцы, японцы, испанцы, русские, белорусы. С Молдавии лидеры приезжали. Первый раз, да? Вот так вот встретились же все, да? Первый раз. И я очень горд, что большое количество было именно моей структуры. Это был и борт-директор Наталья Шевелла, и экзекьютив-директор Диана Борщенко, и интернациональные директора Юлия Мазница, Лиля Андроник, Любовь Ефремова. Ну, целая хорошая плеяда. А у меня возник каверзный вопрос. Скажи, пожалуйста, а ты со всеми лидерами своей команды лично встречался? Конечно, да. Прямо со всеми, да? Потому что у тебя же такая большая команда уже. Сколько? 11 тысяч человек? Да, 11 тысяч человек. 11 тысяч человек. И знать-то всех, наверное... Была прекрасная история, когда я позвал Майкла первый раз в Украину три года назад. И мы знали только друг друга через интернет. И вот на встрече с Майклом я зашел, привез Майкла из аэропорта, и зашел в зал, и мы первый раз увиделись и обнялись. Побежали на встречу друг друга, да? Вот что делает наш бизнес, сплачивает, сродняет. Вот. Так еще что по поводу Андорры. Впечатлило то, что корейцы, японцы пришли позже нас, но буквально за полгода люди позакрывали супер статусы. И это были интернациональные директора, экзекьютив директора. Это люди, которые сегодня вышли на доход 20-30 тысяч долларов. Уже через полгода. Представляете? Представляю. То есть наша компания дает любую возможность. Бери, делай, и все двери открываются. Неважно, когда ты пришел, под кем ты. Главное, все оценивается твоим трудом. Вот, друзья, золотые слова нашего лидера, Романа, дорогие. Запишите себе и каждый день читайте. Пусть это будет вашей большой мотивацией в бизнесе. Ром, а сколько раз вообще, вот я поняла, ты сейчас рассказала о первом знакомстве с Майклом, а сколько раз вообще вы, в принципе, виделись? Мы виделись с Майклом, я даже не считал, сколько раз, но в Украине он будет уже четвертый раз. Мы, также я был с Майклом на круизе. Он привез своих пожилых родителей, которым уже было около 70 лет, даже 70 с лишним. Там было три сына, его дочь, муж, значит, дочери. Это был кузен, племянник, и брат Майкла. Это большая семья. И вот мы видели стимул к круизе. Также большой семинар был в Белоруссии, вот сейчас в Андорре. Но, то есть, мы с Майклом лично знакомы, мы можем друг другу написать письма лично, общаемся. Поэтому Майкл очень любит своих лидеров. И если вы видели в роликах, он всегда говорит, я люблю свою команду. Поэтому мы как большая семья. И хочу сказать, что Майкл, видимо, благодаря тому, что вот он сам такой семейный человек, и он думает все время о семье, о своих родителях, о своих детях, родственниках ближайших. Именно, может быть, поэтому он и сделал такую возможность для нас точно так же вывозить круизы свои семьи. Подумайте об этом. Это удивительный шанс сделать счастливыми своих близких людей. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы опять поменяли немножко место, поменяли дислокацию, да, потому что мы уже выпили кофе турецкий, съели вкусный салатик с креветками. И сейчас вот мы показываем вам новую красоту. И я хочу спросить тебя, Роман, а что ты бы посоветовал людям, которые раздумывают, вступать ли в наш клуб, не вступать ли, будет ли у меня там хорошо или не будет ли у меня там хорошо? Вот какой твой совет таким людям? Ну, я хочу сказать, что люди думают потому, что они не знают больших возможностей инкрузис, они не знают, насколько это большая индустрия, миллиардных оборотов. И большое достоинство нашего президента, он позволил нам войти в этот рынок и заработать хорошие деньги, и получить суперотдых, да, премиум класса. Ну, и, конечно же, когда человек включается, он понимает, почему я не сделал раньше, почему я это не делал, поэтому не делайте ошибок, которые делали другие лидеры. На наших ошибках учитесь, не делайте своих. Ну, и, конечно же, что хочется сказать, что у вас нет никакого риска. Даже ваш вход... Согласна. ...это 200 круизных долларов, которые вы заберете, 200 долларов, на свой первый отдых, на свой первый круиз. Какие у вас риски? Никаких. И с первыми людьми, которых вы приглашаете в клуб, вы имеете возможность полностью отбить первоначальный взнос. Да, поэтому абсолютно рисков никаких. Компания настолько все минимизировала, что у вас не такие большие средства. Вы знаете, стоимость инкрузис намного больше, чем она есть. И Майклу предлагали действительно увеличить взнос, но 295 долларов, имея такую возможность, многие оценили, что это, ну, минимальная цена, символическая, чтобы иметь такие глобальные возможности. Мы опять в новом месте. Опять согласитесь красиво. Ром, ну, и, наверное, уже мы близимся к концу нашего интервью. Скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовал людям, которые только вступили в наш клуб? Вот какие первые шаги важные они должны сделать? Ну, первое, что нужно сделать, рассказать всем, что вы в Инкрузис. Потому что случаются такие случаи, что вы придете, а ваш друг уже будет под кем-то. У нас маркетинговая компания, поэтому человеческий ресурс – это ваш успех. Конечно же, каждый день нужно наполняться информацией, изучать нашу компанию, как она создана, какие сценарии нужно делать, чтобы преуспеть. Вот, поэтому изучать информацию. Ну, и, конечно же, активно общаться, общаться много, привлекать людей. Не обращать внимания, хотят они, не хотят, но делать это много. И привлекать, конечно, наставника, который сегодня есть что сказать, у которого есть опыт. И делать трехсторонние звонки. Ну, и, конечно же, обучаться, постоянно лично расти, быть на наших семинарах, участвовать в них и расти как личность и профессионал. Рома, а вот люди еще смущаются, немножко теряют уверенность, когда они начинают получать первые отказы. Вот как, ну, как преодолеть, что ли это? Вы знаете, профессионалы говорят о том, что нет, это первая ступень, когда. Сегодня, сказав нет, человек через время вам скажет да, потому что нужно иногда прикоснуться. Кому-то нужно прикоснуться один раз, кому-то два, кому-то три. Делайте много касаний, и тогда человек скажет да, поэтому нет. Это первая ступень, когда. Первое касание, по сути дела, да? Ром, мы сегодня постарались, да, друзья, мы постарались сегодня вам максимально показать все местные красоты. И, Ром, вот хочется все-таки спросить тебя в завершение, почему инкрузис, почему сейчас надо быть в нашей команде? Вот расскажи, пожалуйста, свое видение. Ну, я хочу сказать, что у меня всегда было снарастающее, и последующая компания, их не было так много. Уже 25 лет я работаю как свободный предприниматель. И, конечно, инкрузис стал апогеем всего. У многих лидеров действительно таких денег, таких результатов, успехов, кто инвестировал время и силы в инкрузис, тоже до этого не было. Поэтому мы получили от инкрузис даже больше, чем ожидали. Ну, и, конечно, здесь это самое важное, я всегда говорю, смотрите в голову компании, кто стоит во главе. Мирового уровня человек, бизнесмен, телеведущий, коуч с мировым именем, да? Потом наши инвесторы, это генеральные директора своих компаний, туристических, юридических. То есть, хорошая команда, с большой идеей, зашли в сектор бизнеса, который дает суперрезультаты. Представьте, 30 миллионов человек наша аудитория. Да, это неопределенный какой-то сектор для мужчин, для женщин. Отдых круизный, особенно для многих стран, что новое. Да, это вот американцы, которые постоянно уже сколько столетий ездят, путешествия. Но для нас это абсолютно новое. Меньше одного процента людей. Три процента русских. Три русских? Ну, а на постсоветском пространстве и во всех остальных странах, кроме Европы и Америки, меньше одного процента, да? Да, поэтому шикарный продукт, который продает себя. Даже в моем случае, сидя в военной зоне, сам продукт продавал себя, и он сделал такой большой огласку, большую, что сегодня 130 стран, это глобализация, это глобальный рынок сразу. Любой предприниматель, это его мечта иметь бизнес сразу во многих странах мира. Да, и бизнес, который не привязан к какому-то конкретному месту, а позволяет перемещаться по миру свободно, да? Да, бизнес, который в себя воплотил и классику жанра, и MLM индустрию, и туристическую индустрию, и инновационные коммуникации. Вот, этот бизнес, который легален сегодня, который привязан к ассоциации круизных линий. Также у нас есть, чтобы наши вкладчики были спокойны, Trust My Travel, который защищает наши деньги и как бы перестраховывает. Дочерняя компания Barclays Bank, английского, самого крупного по финансам банка. Поэтому, конечно же, профессионалы все сделали для того, чтобы мы были в Incruzis, и наш выбор не был большой ошибкой. Ну, и когда многие говорят о том, что слишком сладко, слишком красиво, то мы говорим, мы бы сами не верили, но мы продукт своего продукта, своей компании. Поэтому, спрашивайте у тех людей, которые это попробовали, смогли, которые были в круизах, которые зарабатывают реальный доход от компании, а не те, которые по своему стереотипному мышлению хотят отфутболить, не попробовав. Потому что, попробовав, вы всегда ощутите правильный результат. Ну, а если у вас не получится, но вы будете знать, что вы это попробовали, и так получилось. Но еще те, которые хотели и могли, у них у всех все хорошо. Поэтому, как говорят профессионалы, мы рекомендуем Incruzis. Мой Дзин говорит нам о том, что пора нам заканчивать интервью. Посмотрите, как чудесно и красиво начинает смеркаться. Друзья, мы прощаемся с вами. Мне остается поблагодарить сегодня Романа за то, что он провел такой день, провел такую интересную беседу с нами. Спасибо тебе, Рома. Спасибо, Аня. Я желаю Анне больших успехов, чтобы еще одна звезда загорелась на небосклоне Incruzis. Успехов тебе, больших гонораров, путешествий по миру. Ну, и быть вольной, успешной птицей, которая будет парить по миру. Смотрите канал Анны, и вас ждут интересные новые видео. До свидания, друзья. Здравствуйте, уважаемый зритель. Благодарю вас, что до конца досмотрели мое видео. Если вам интересно и хотели бы узнать больше информации по круизному отдыху, по всему миру и по очень доступным ценам, приглашаю вас на живую презентацию и посетить онлайн-конференцию в прямом эфире, где вы узнаете очень много интересного и полезного для себя и отзывы многих людей, которые побывали и отдохнули на океанских лайнерах. С моей стороны, в качестве наставника, вам будет оказана всевозможная техническая помощь и поддержка от нуля до результата. Ссылка для бесплатного регистрации находится под видео. И затем я с вами свяжусь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok